Академия 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 У нас сегодня последняя встреча наших академических разговоров, которую мы решили посвятить явлению, которое нас самих удивило, а именно большому количеству номинантов, номинаций хореограф в современной хореографии. И у нас возникло ощущение, что есть какое-то другое качественное состояние современной хореографии в русском театральном контексте, и мы хотели бы поговорить об этом непосредственно с участниками и с номинантами «Золотую маску» в категории «Современная хореография». И действительно понять, есть ли этот ренессанс, в каких условиях они работают, как формулируется стратегия современного хореографа в современном театре. Я представляю Евгений Кулагин. Поможет нам организовать этот разговор. Он здесь за старичка, с его методами соответственно. Александр Фролов, Анна Шиклеина, Марсель Нуреев, Константин Матулевский и Олег Степанов, который вот-вот к нам присоединится. Он раздевается, как он говорит. Поэтому мы начинаем разговор. Женя. Да, ну я очень рад приветствовать всех. Спасибо, что пришли в свое время. Это очень важно. Это всегда крайне важно, что вы тратите свое личное время. Неважно, артисты, художники или зрители, которые тратят свое время на эти разговоры, которые крайне важны в развитии вообще такого жанра, как современной тайницы. И поэтому спасибо вам большое. Тема предложена «Ренессанс». Я бы, конечно, говорил про декаданс, но мы поговорим о «Ренессансе». Но не страшно. Я хочу в первую очередь сказать, что ребята работают в Екатеринбурге. Костя работает в Москве. Или вообще появление площадок и появление каких-то больших форумов, сообществ таких. И уже потом можно говорить о неком глобальном всплеске. Но в моем понимании говорить, что все, вот теперь идет такая почечная реакция, как некий вирус, который имеет вот эту самую молекулу, которая быстро-быстро передается. И уже на какой-то механической такой почве, то есть будь то студия, фестиваль или площадка, мы говорим о том, что это все начинает развиваться, 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 создаются кучи спектаклей и тому подобное. Я скажу небольшой наш опыт, потому что у нас наша площадка сейчас, мы перешли на такую большую круглогодичную резиденцию. И, конечно, всплеск интерес к именно российских компаниях, российских артистов, к участию в резиденции, создании продукта у нас, будучи, приезжая в Кострому и принимая участие в этой резиденции, зимой, летом, весной или осенью, и создавая спектакли. Конечно, сейчас дикий всплеск. Мы, в принципе, если раньше мы приглашали три года назад на резиденцию две компании за рубежа и одну российскую компанию, то сейчас мы только приглашаем, только 10 у нас примерно сезонов, условно я так называю, то это все российские артисты, участники. Многие здесь уже были, а кто-то только будет в Костроме. Но у меня Ренессанс связан в первую очередь с таким импульсом что-то делать. И сейчас я хочу узнать, как развивается вообще ситуация. В принципе, я ее знаю, но чтобы, может быть, для сообщества или для зрителей, как-то ребята озвучили. Вот, допустим, есть артисты, которые работают в Москве, где они, собственно, создают свои работы, где они их показывают, зачем они это вообще делают и как они получают деньги, грубо говоря. Это прекрасная фраза, которую меня научила один арт-менеджер, который задавал всегда первым артистам вопросом, он достаточно нескромный, задавая, на что вы живете. То есть вот это очень важный такой, самый основополагающий. То есть артист должен получать вроде как зарплату и должен жить на то, что он работает, где-то создает. Вот это важно, чтобы каждый из художников должен был сказать, вот тебе ответить, мы живем на это, создаем свои работы там-то, получаем там, в общем, некую механику, экономику или неэкономику. А дальше уже как бы возможность показа этих работ, то, что человек создает, он должен куда-то предъявить, показать аудитории. И, соответственно, дальше уже как бы мы поговорим о фестивалях. Вот Костя Монтулевский, который скажет нам о ситуации в Москве. Ситуации в Москве ничего не знаю, о себе могу сказать, что деньги на постановки нигде не берутся. Нет, вот я просто говорю, вот ты артист, ты в программе «Золотой маски», у тебя есть спектакль. Вот как ты его создавал, где ты его создавал, где ты его показал, вот знаешь, что ты… Да-да-да, создавал дома. Очень странно, что он вообще вошел куда-то в «Золотую маску», потому что очень долго дома делал партитуру музыкальную, а потом за пять дней вообще все это движение, то, что вокруг этой музыки там завязано, появилось. Много импровизаций и всего остального. То есть вообще странно, как это на какую-то номинацию хореографа все это идет. Показали мы в ЗИЛе, в зале-конструкторе, такая дружественная площадка. Единственное, что нужно, собрать публику, зал, за какую-то минимальную арендную плату. Они идут навстречу, можно просто окупить площадку и работу техников, и все. То есть ничего с этого мы не имеем, просто вот показ, больше ничего. Плюс еще бонусом приглашаем своих друзей, чтобы создать не просто полчаса какую-то программу, на которую вот опять люди будут тратить свое время, придут полчаса и непонятно что увидят. Но вот приглашаем, в прошлый раз пригласили детей, студентов из театра-студии современной хореографии Игоря Шигая. Вот, был очень хороший вечер. Ну вот так вот, когда, так вот, все просто на самом деле. Есть, слава богу, есть площадки в Москве, куда мы можем обратиться, и они поддержат нас. Ну это какие площадки? Ты говоришь площадки? Ну вот ЗИЛ, вот конструктор, да, приветственный, да. Это хорошо, вот я с ними просто работаю. Ну это очень мало же для Москвы, ну как бы это капля в море. А в Костроме, Екатеринбурге вы же показывали. А? В Костроме, мне говорят, в Екатеринбурге. В Костроме, да, ну это я про премьеру говорил, да, показали на фестивале в Костроме, как раз диверсия, пригласили тоже ребята. В Екатеринбурге на Контуре тоже показали работу в гостевой программе. Там тоже странная площадка, тоже есть какие-то проблемы, когда есть камерная площадка, это какой-то бокс, а есть еще площадка какая-то большая театральная, туда выходить вдвоем уже стремновато, конечно, было. Ну ничего, как-то это дети поддержали. Ну вот. А, живем, ну сейчас, не знаю, может быть, это связано с этой номинацией, может быть, я не знаю, с чем это, пёс его знает. Приглашают ставить спектакли. И я, ну, работаю не только в современной хореографии, если это можно так назвать, вот, но еще с балетными коллективами. Вот, недавно тоже пригласили в Пермь, в театр оперы и балета, на проект там современного танца. Пять хореографов были приглашены и поставили. Сделали вечер такой из пяти, из пяти миниатюр на артистов оперного театра. Ну вот как-то так деньги зарабатываются. Все остальное творчество бесплатно. Спасибо. Екатеринбург. Сейчас. Да, да. Я, да, пока за нас скажу. Я за себя, да, скажу. Ну, на что мы живем, я сначала отвечу. Я не знаю, но вот мы с момента выпуска, с 2010 года, я редко задумывался о деньгах. Да. Ну, мы удачно работали во французском проекте, получали зарплату в евро, было хорошо. А потом, да, два, два, три года было нормально вообще. А потом постепенно я вот как-то определил сам для себя, что вообще даже если я спектакль придумал, то бесплатно его показывать не буду. И это какие-то деньги. И поэтому все спектакли, которые мы с Аней танцевали, мы танцевали все равно за 10 тысяч и так далее. В редким случаем на каких-то фестивалях мы бесплатно выступали, когда были просто счастливы принять участие. Ну, да, и это просто заряжает. И я сейчас конкретно говорю про фестиваль «Диверсия», потому что фестиваль «Диверсия» заряжал, вдохновлял всегда и был возможностью вообще стартовой площадкой, прекрасной просто. Это бомба просто, мне кажется. И мы делали дуэтные спектакли для фестиваля. А потом мастер-классы, постепенно мы просто участвуем в проектах в Америке или в Европе. Мы получали какую-то новую информацию, перерабатывали ее. То есть мы вдохновлялись упражнениями, аналоговые какие-то делали, или мы направляли похожие упражнения на другую тему, которую мы хотели делать, давали мастер-классы. В принципе, за эти несколько лет я там преподавал в одном месте, преподавал в другом. Последний сезон работал в Камерном театре с драматическими артистами. И вот такие нерегулярные заработки дают возможность просто, в принципе, существовать, не задумываясь о деньгах. Спектакли вы где ставите? Спектакли? Вот, и за эти пять лет... Как вы создаете их? Где мы только не были. Жестудия. Вот Костя в квартире создает, а вы где? По-разному. Вот много было разных ситуаций. Где-то я, допустим, в Екатеринбурге есть такие ДК, в районах, которые, ну, в принципе, и так же и здесь, что я там пришел в ДК Лаврова, договорился с директором о том, что они нас пускают просто так. И огромнейшая сцена была наша, которую мы по утрам мыли сами по себе час, потом репетировали почти весь день. Сезон мы там просуществовали. Потом сезон я преподавал в одной школе. Мы свободное время, утреннее свободное время классов используем для того, чтобы самим делать утренний класс, любой, какой мы хотим, репетировать все, что мы хотим. Потом, ну вот, мы год работали у вас. И причем каждый сезон я стараюсь еще менять школу, где я преподаю. Просто разные пространства, разные люди, разная энергия. А, какие-то спектакли мы сделали в рамках проектов. То есть, вот, подавали заявку, приезжали. В рамках проекта начинался черновик, потом мы оформляли резиденцию. Ну, опыт большой. Допустим, в Ельцин-центре мы взаимодействовали последний год активно, когда мы писали заявки на создание проекта. Делали, или, например, спектакль «Троица». Кстати, вот про золотую маску. Есть такой опыт, спектакль «Троица». Мы были очень вдохновлены работой с балетными артистами в рамках проекта «Платформа Екатеринбургский театр оперы и балета», организованный Вячеславом Самодуровым. Мы там сделали миниатюру с балеринами «Трио Троица». И нас так сильно вдохновила идея, что на следующий сезон мы решили сделать из этого полноценный спектакль часовой. И мы очень подробную заявку финансовую написали, экономичную, очень подробную заявку идейную и западали в фонд Прохорова. Было очень приятно, что фонд Прохорова поддержал в размере 300 тысяч. И эти 300 тысяч, в принципе, так-то для театра, для масштаба государственных театров это мелочь. Для современного танца это просто было «Да!» Мы просто сделали. И, в принципе, да, результат был хороший. Я прям был вообще рад за результат, за спектакль. Круто было наблюдать, как балерины танцевали его вдохновенно. Мы сочетали двух солисток и танцовщица современного танца. А потом вот на «Золотую маску», например, его не номинировали. Причем не номинировали просто из-за того, что не случилось, это из-за какой-то мелочи. — То есть ты выяснил, почему они номинировали? — Я выяснил, да. Но я просто старался запоминать всю цепочку событий. Да, я же зануда, я же современный танец. Тут критики сказали, что что-то не то было. Потом, да, я затягиваю речь. Там просто динамик шахрипел. И он не дал вовлечься. Да, да. Ну и, в общем, я к тому, что… А вот, например, эссенцию мы сделали очень просто. В два этапа сделали work in progress 20 минут, потом 10 минут отрезали и сделали новые 10 минут для премьеры в рамках фестиваля диверсии. И вот мы сами не ожидали тоже номинации. Что еще сказать? — Долго, да. — Да, долго. Я чуть-чуть добавлю, что, правда, зарабатываем как зарабатываем. Иногда. И мне кажется, большая помощь все-таки идет от коллабораций с иностранными хореографами и с проектами, где участвуют иностранные артисты, потому что их посольство, их консульство помогают и как-то организовывают еще и наше участие. И последний проект с Финляндии тоже прям дал очень большой и такой и артистический опыт, и финансовый опыт тоже. Поэтому в основном, да, если бы не помощь вот именно каких-то иностранных проектов, иностранных организаций, то было бы грустно совсем. — Это к тому, что современный танец больше как-то поддерживается Европой, чем Россией. — До сих пор. — Мы не рассчитываем на российскую поддержку сильно участия в фестивалях или поддержки… — Ренессанс-то у нас, понимаешь, и как бы нужно все равно говорить… — Ренессанс-то у меня другая короткая мысль, я потом слышу. — Спасибо. Марсель, давайте, в Казани давно современный танец существует и развивается. Вот как там обстоит Дирал? — Здравствуйте. — Здрасте. — Ну, что касается конкретно меня и вот этого проекта, этот проект создавался абсолютно без денег и фактически без поддержек. Поддержка была только от нас самих. И эта идея, которую принес Туфан, он здесь в зале, это режиссер этого спектакля, и Нурбек — исполнитель. — Сейчас один вопрос. — А у тебя брат есть? — У меня — да. — И я видел просто короткое кино, очень крутое. Брат учился в московской школе кино, да, я с ним Байбулат, и я его очень хорошо знаю. Все сложилось у меня теперь. — Это тот видеотанец? — Да, 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 да. Да, супер. Так, Туфан, да, предложил. Просто родилась вот эта идея, и мы, собственно, ее вместе решили воплощать. Ну, еще благодаря композитору Эльмиру Низаму, конечно же. — А где вы ее воплощали? — Ну, в таком месте, это КНИТУК АИ, авиационный институт, где, да, мы работаем со студентами, с инженерами, танцуем. Вот, собственно, там, на базе этого КАИ, мы вот пытались, репетировали. Там, ну, потом, где находили возможность, репетировали в других местах, собственно. И, ну, что касается зала, где мы представили работу, опять же, мы арендовали, я так понимаю, правильно же, да, Туфан? Или как? — Бесплатно. — Бесплатно, ну, все бесплатно, в общем-то, да. Договаривались. — Вот бесплатно вы сказали, что время вы работаете бесплатно? Месяц, сколько? — Ну, смотрите, мы начали в конце весны прошлого года. Вот, и получается, весь этот проект, вот мы, ну, где-то около полгода, наверное, да, я так думаю. — Полгода работают? — Да, 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 да. Ну, потом, конечно же, его представляли еще плюс, показывали. — На площадках. — Ну, вот до сегодняшнего дня, наверное. — Ну, год получил? — Ну, год. — Ну, да. — Сколько еще? — Ну, вот, правительство Татарстана нас поддержало. Мы, собственно говоря, приехали на Маску, нам окупили билеты, я так понимаю, да? Я просто всех финансовых вопросов не знаю, поэтому мне сложно об этом говорить. Но, собственно... — Слушай, не вопрос как бы там финансовый, кто там... — Ну, это подвиг, я бы сказал, конечно. — Ну, здесь, наверное, все просто заряжены были этой идеей сказать, потому что такая тема наболевшая была для нас всех, и, в общем-то, наверное, это все двигало. — Супер, спасибо. — Спасибо. — А у вас как бы... у вас компания постоянно, или вы вот собрались на проекты и... — Ну, вот сейчас мы плотно сотрудничаем после этого проекта, ну, продолжаем даже сотрудничать с Туфаном, с Нурбеком, и все время думаем о каких-то новых проектах тоже. — Насколько вот буйная у вас такая как бы деятельность там в Казани, да? И там насколько вы там в коллаборации там с другими там театрами находитесь, вообще объединены вы или разъединены, знаете вы друг о друге, не знаете вы друг о друге? — Ну, это очень важно, потому что, как бы, ну, мы можем говорить там о разбросанных каких-то там бриллиантах. — Мы общаемся и с исполнителями, и с хореографами, например, вот «Пантера», вы, наверное, знаете, камерный балет, мы также очень с ними дружны и ходим на все их мероприятия, которые они проводят, проекты... То есть мы открыты сами по себе тоже ко всем. Ну, сейчас много интересующихся молодых людей в современной хореографии тоже появляется потихоньку там, пусть это на каком-то студенческом уровне, но все равно есть ощущение того, что они хотят. Они хотят и открыты к информации по-другому, и не боятся экспериментировать, что-то делать, пусть это как-то сейчас, может быть, в таком виде, ну, завтра оно, может быть, как-то и выйдет на другой уровень, ну, я так думаю. И мне кажется, что в Казани что-то такое происходит, что есть потребность к этому, к какому-то новому языку, я скажу, может быть, несовременному, но к какому-то другому, может быть, взгляду непривычному для татарского зрителя или для зрителей Казани. Спасибо. Олег, смотри, наш герой чуть остраненно посмотрит сейчас на ситуацию, да, несмотря на то, что там все равно ты, как бы, там, ну, не представляешь Краснодар, но ты там делаешь работу, но вот вообще-то там работал в Екатеринбурге, вообще знаешь всю нашу кухню, вот сейчас чуть-чуть уже, как бы, абстрагировавшись и будучи наездами, как в России, как у нас обстоят дела? Просто со стороны. С поддержкой именно? Нет, вообще, вот как, ну, вот ты приезжаешь ставить работу там, и вот с чем ты сталкиваешься? Насколько? Ну, сталкиваюсь, да, с отсутствием поддержки и финансирования компаниям или каким-то группам ребят. Те же девчонки в Краснодаре, то есть они одни, вообще единственные, кто занимается современным танцем в Краснодаре, и будучи уже номинированы дважды на золотую маску, они до сих пор не получают ничего от правительства, от города и так далее. Хотя ходят постоянно, бьют челом и до сих пор, то есть, ну, и, скажем, экономическая сторона постановки всегда окупается за счет классов. То есть, оба раза я ездил в Краснодар и давал классы как бы за бесплатно, и сумма этих денег шла как бы в гонорар за постановку, и потом часть уже с билетов. То есть, сами они не могут осилить это, просто взять и заплатить. Ну, а твой интерес, это вот как бы артистически, да, там сделать это? Да. Ну да, пока, в первую очередь, да. Как бы, я просто как бы к вопросу к тому, что там, по примеру, маленькая компания, которая там где-нибудь базируется, там, в городе Гент, там, в Бельгии, да, она там посмотришь, зайдешь там на ее сайты, там, 4 человека, и у них там вот там travel list, где они там сегодня здесь, завтра там, через здесь там. То есть, они как бы создали свою работу даже не за деньги, но они дальше ее показывают там, наверное, на ста фестивалях, которые там происходят в таком маленькой стране, и получают за это уже, как бы, зарабатывают, чтобы там сделать что-то следующее, пятое, десятое. Вот насколько, как бы, я просто в ситуации, допустим, Краснодара, там тоже, ну, сейчас мы понимаем, что весь Ренессанс в любом случае, он на энтузиазме основан, он и не, он даже Ренессанс не, как бы, я не знаю, насколько он Ренессанс, но, в принципе, насколько долго это вот может продолжаться, допустим, в твоих, как бы, ситуациях. То есть, ты же, там, вот, приехал, там, окей, там, ты свои артистические амбиции, там, как-то удовлетворил. Дальше, вот как ты видишь, как бы, дальше, вот в чем этот путь, как бы, развитие? Ну, как бы, что, мы понимаем все, что, ну, там, нужно достойно как-то это все содержать, да, вот, они студию содержат, как бы, на школу, да? Да, на школу, все на школу. Ну, твой вопрос, то есть, я не до всем понимаю. То есть, как я вижу в будущем, если я буду или буду... Ну, грубо говоря, десять раз ты приедешь туда, там... Ну, это сложный пока вопрос. Пока я чувствую, что для меня работа приоритетнее денег, например, да? Ну, работа в качестве постановщика. Опять же, если бы я не танцевал сейчас, конечно, был бы другой совершенно разговор. И то, что я продолжаю танцевать, это является основным моим заработком. И без этого, то есть, я не смогу просто приезжать и забесплатно ставить. Поэтому, конечно, у меня пока другие приоритеты. Я не стремлюсь за счет постановки зарабатывать большие деньги. Но в будущем, естественно, хочется за свою работу получать достойный заработок. Окей. Ну, все, мы отбросили экономическую ситуацию. Мы понимаем, что все у нас строится на каких-то там частных очень инициативах. Либо там, как у ситуации в Костроме, которая тоже там есть школа, на базе этой школы. Там компания, то есть, танцовщики компании получают зарплату только ту, которую они преподают в школе. То есть, мы обеспечиваем работой наших танцовщиков классами. Они эти классы преподают и, собственно, за это получают деньги. Как если бы это бесплатно все равно работают в танцевальной компании? Что, как бы, я считаю, что... Есть, как бы, неправильно. Есть другие опыты муниципальных театров. Там, как Ольга Пона или Татьяна Баганова, да, которые уже... Там какое-то долгое время... А «Пантера», по-моему, тоже муниципальный театр. Да, но это такие вот, как бы, очень вполне локальные ситуации, когда там поддержано не то, чтобы направление, сколько художник. Ну, как по моему мнению. То есть, поддержана, как бы, персона. Как часто там бывает, чтобы этот художник работал, его нужно, как бы, обеспечить. Вот там, в нашем случае, там, грубо говоря, там, это обеспечение деятельности художника происходит. Дальше это, как бы, не процесс того, что мы, там, поддерживаем современный танец в целом. Вот. И у меня вопрос такого рода, что, если мы говорим о Ренессансе, а это реально вот даже по, там, ну, судя по заявкам, что к нам приходит очень много заявок на резиденцию. Ребята реально очень много коллективов, которые вроде образуются, которые хотят что-то там делать, создавать, творить спектакли, да? Вопрос у меня такой, как бы, к хореографам и к гостям, которые здесь ходят. С чем вы связываете то, что вот такого рода всплеск, что ли, в российской действительности? Либо это какой-то такой, ну, скажем так, закономерный шаг после того, как такого, как бы, затишься, что ли? Потому что для меня Ренессанс был, сейчас скажу, настоящий Ренессанс. Это было когда открытие актового зала, и когда там Лена Тупасева, агентство театров танцевцев, собрало вокруг себя очень много танцевальных компаний, которые получали, в принципе, деньги и жили. И агентство театров танцевцев продюсировало, и на этом, как бы, была огромная база, большая была площадка, на которой эти постоянно спектакли показывались. Помимо, как бы, такого артистического всплеска и имен, да, были еще, как бы, были еще условия, в которых артистам было комфортно. Как только это перестало, как бы, ну, как только финансирование прекратилось, там, фонд Форда, который поддерживал агентство театров танцевцев, ушел из России, и, собственно, все прекратилось. Вот наступил актовый зал, закрылся, наступил такой период, такого разброда, шатания, как бы, многие, надо сказать, агентство театров танцев не только поддерживало, там, московских хореографов и компаний, они, там, и Ольгу, и Татьяну, и даже нам деньги давали на фестиваль, то есть, несмотря на то, что, там, 10 лет назад мы были еще совсем, там, сопляки, то есть, оно, как бы, в принципе, имело вот эту российскую сеть, Новосибирск, ой, Новосибирск, простите, Красноярск, Лена Слободчикова, да, то есть, все это, как бы, было под влиянием, вот, все равно, каких-то неких процессов, которые организовывала агентство театров танцевцев. Потом наступило вот такое, вот, как бы, безвремени, когда все, вроде, как бы, разбрелись из-под этого гнезда, и вот сейчас говорят, что вот еще, опять, снова этот, как бы, такой, вот, прям, ну, виток, подъем, вот, не знаю, Саш, вот ты в ситуации, как бы, все равно находишься, как бы, местного такого, большого, как бы, котла, как ты, как ты думаешь, этого ощущаешь? Здравствуйте. Александр Андрея. Неожиданно. Ну, мне кажется, что был вот этот ренессанс, о котором ты говоришь, но мне кажется, вот, когда актовый зал закрылся и цех закрылся, все равно была какая-то волна связана с социальной активностью, когда, и опять же, когда появился Капков, как-то все совпало, и вот это какое-то ощущение, что сейчас будут перемены, и мне кажется, была какая-то тоже такая волна, по крайней мере, в Москве она как-то мной ощущалась, что вот сейчас тоже мы тут новый мир построим, и начали какие-то открываться ЗИЛ, типа Дом танца, и вот какие-то такие штуки, которые тоже в итоге все, ну, как-то разошлись там на нет, и несмотря на то, что там, условно говоря, центра там танца нет сейчас какого-то такого конкретного, все равно, мне кажется, с точки зрения репетиции возможности больше. Связано ли это с каким-то качественным скачком? Мне кажется, это скорее связано с тем, что как можно, появилось больше институций, которые заинтересованы в какой-то активности, то есть они не сколько заинтересованы в качестве, сколько в том, чтобы, ну, как бы, ну, а современный танец, он же вот как бы по-прежнему готов работать за бесплатно, или там за спасибо, или еще что-то, и в этом смысле современный танец становится очень такой удобной пробкой, которую, в принципе, можно втыкать, ну, как бы заполнять какую-то ведомость, ну, я, может, как-то так жестко говорю? Не жестко говорить. Ну, то есть, мне кажется, современный, и, как бы, получается, приходит там следующее поколение, которым же нужно как-то встроиться, и они согласны быть вот этой, как бы, пробкой, и тем самым, мне кажется, они как раз, ну, подрывают вот этот уровень, то есть понятно, что они хотят что-то делать, но в итоге они сами вкладываются в ситуацию, которая потом никуда не движется, то есть появляется просто привычка у институции, как бы, не считаться с потребностями, там, художника, если мы выходим в пафосные слова и так далее, и дальше просто это поколение сменяется там каждые 2-3 года, и мне кажется, там, сегодняшний ренецианс, это как бы просто выросло еще, прошло еще 2-3 года, и вот опять появились какие-то люди, которые, ну, хотят, вот как-то, они верят, что вот если они сейчас что-то сделают такое, то потом у них будет что-то там другое, а как будто бы другого ничего не будет, если мы, как бы, продолжаем дальше делать так же, как раньше, то мы просто, ну, как бы, делаем эту ситуацию все сильнее, сильнее, и как бы все статичней, вот такое мое видение, но при этом, безусловно, все люди, они как-то появляются, они хотят что-то создавать, и, безусловно, они, как бы, ну, готовы там идти, рвать, и тут, как бы, что поделать тоже с этим, вот мое видение. Спасибо, спасибо, я, 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 я. Таня, Таня Гордеева, иди к нам сюда, пожалуйста, на секунду прямо буквально. Таня Гордеева, хореограф, танцовщик, стояла у истоков современного танца в России. Я просто хотел, Таня долгое время жила в Петербурге, и снова сейчас вернулась вот в Москву. Таня преподавала и преподает, прости, в Аганской академии, и, собственно, она зацелфилась уже там, я видел. Таня, вот с твоей позиции уже преподавания той кафедры, которую, собственно, в Академии вы организовали, вот твое мнение об этом Ренессансе, и вообще, насколько ты чувствуешь вот эти плоды, которые... Три выпуска у вас было? Три. Вот насколько ты чувствуешь вот это, что это случается у нас сейчас в России, и вот это благодаря вот вам, например. Ну вот давай. Я, кстати, не чувствую Ренессанс. Но мне кажется, что... Но какой-то вот урок или там какая-то история, то, что, грубо говоря, принесло, какие плоды нам дала вот эта Ваганская академия, допустим. Да, мне прям очень сложно говорить про наши плоды. Нет, вы правильно сказали, я вот уже Ренессанс пока не чувствую. Нет, но я что хочу сказать, что задача все равно программы, если говорить про нашу программу, она связана с созданием какого-то комьюнити и какого-то коллективного такого общего дела. И мне кажется, что мы еще недостаточно хорошо работаем, потому что немного как-то вот рано говорить про комьюнити, про коллективность, и какие-то есть интересные, скажем, вот мне кажется, очень важную роль играла Сота в этом смысле, потому что они собирались каждый год, и это было как бы больше коллектив, чем наш, потому что у нас сейчас небольшой набор, и мы раз в два года. Вот наша комьюнити, как раз вот Марсель, один из наших выпускников, собственно говоря, первый. То есть мы ждем его на защиту диплома, но тем не менее. Тем не менее, это был первый наш набор. То есть какие-то... Ну, то есть мне кажется, что, конечно, может быть, коллективность нуждается также в каком-то не просто единении желания, а также в каких-то поддержках финансовых. Наверное, в этом смысле я согласна с Сашей Андряшкиным, что вот этот шпринц энтузиазма, он заканчивается и перескакивает, и приходит новое поколение и говорит, да-да, подскажите, вот как цех, как вы там делали, как что и как. Я помню наши летние школы, начало двухтысячных, пятьсот участников, которые там, да, то есть это какой-то был... Но, с другой стороны, мне кажется, что очень много интересных инициатив происходит, но они, мне кажется, как-то и происходили все время. Есть выпускники, которые там учились, возвращались, есть здесь новое поколение, здесь какие-то вещи все время происходят. Но вот как бы, что это какой-то пик, я бы не сказала бы. А вот по твоему мнению, как бы, ну, вот в перспективе, мы как бы идем, как бы, go down, или все-таки мы, как бы, или где мы находимся? Вот сейчас вот эта точка, она где? Ну, мне просто интересно, потому что все равно должны прийти, должны прийти какие-то там, ну, там, супер, там, мы предполагаем, что концептуальные, экспериментальные, радикальные там вещи, да, какие-то в танец там. Придут они? Не придут. Нет. В ситуации в стране, допустим, возможно, там, не, как бы, не позволят там найти нам этого пути. Или там создадутся ли там сообщества, или там комьюнити, которая снова объединится в какой-то большой смотр там современного танца. Потому что сейчас этот вот смотр, этот смотр перестал быть, опять же, из-за того, что его нет. Фестиваль театров танца Цех, да, который проходил там ежегодно, и он перестал быть из-за того, что перестали быть деньги. То есть это тоже объединяло и давало такое, ну, был главным фестивалем, на который там вся любая компания, даже независимая, не получающая деньги, любой дуэт, соло, мечтали попасть. Это правда было такое, выступить на этом фестивале и приехать, показать московской публике. Сейчас эту функцию в любом случае, там, выполняет в какой-то степени золотая маска. То есть она делает тоже такой некий срез. Я думаю, что это просто такое, по мне, так это некое дозволение экспертов, не столько, как бы, прям, такая вот номинация, все лучшее мы вам представляем, да, сколько такое, как бы, снисхождение экспертов к тому, что, если это нигде не представлено, это должны увидеть все равно в... И эксперты берут на себя эту функцию того, что вот то, что не происходит, как бы, сейчас, вот нет фестиваля такого большого, да, театров танцев, цех, то должна эта функция выполнять, частично выполняет золотая маска на себя берет. Вот на, вот эту точку, на которой мы сейчас, как бы, этот будет взлет, этот фестиваль этот будет, случится, объединиться, там что-то как-то, или это попадет. Потому что Саша говорит, что появились площадки, все равно по-прежнему в Москве площадки, кроме ЗИЛа, не вижу, где можно репетировать, там, студии, нету, нету. Даже, там, Лен Тупасева со своим «Балетом Москва» не укладывается вообще в свой, в этот, не то, что там, в школу площадку дает. Ну, я бы, на самом деле, просто хотела заметить о том, что, мне кажется, очень важно говорить не про то, что какой-то там эксепериментальный или еще какой-то, или танцевальный развивается. Да, что есть разговор про среду, и что среда должна развиваться, и в среде очень много различных процессов. Одни из них экспериментальные, они происходят, одни из них очень танцевальные, одни из них очень эмоциональные. Это все как бы на каком-то месте, на своем. Но, с другой стороны, правда, что нету ни фестиваля, ни возможности для проведения этого фестиваля, потому что я думаю, что наверняка, ну, вот, ваш же фестиваль здравствует, да, вы же... Да, но мы не можем взять этот объем на себя, то есть, ну, это же там дичайшие, как бы, деньги. То есть мы поэтому, как бы, малоформатные такие. Может быть, да, должны как-то распределяться больше по регионам, регионам больше дают денег, и таким образом мы можем перемещаться в разные города. Да, как это Кострома станет Монтпелье, да? Да. А мне кажется, что как раз вот проблемы с экспериментом-то не особо и присутствуют, мне кажется, экспериментов как раз до кучи. А проблема в том, что отсутствует вот эта продакшн, система продакшна. Мне кажется, это намного больше... Вот если это преодолеется как-то, что если мы выйдем в ситуацию понятного продакшна, это намного важнее, чем право на эксперимент. Мне кажется, сейчас по-прежнему куча людей... Ну, кто хочет делать эксперимент, он себе его позволяет. И в нынешней политической ситуации и так далее, мне кажется, по-прежнему это все как бы... Человека конкретного не остановить, но система, которая может выдавать продукт в полном смысле этого слова, из продажи билетов, из... Ну, все-все-все все вот эти стадии. Это, мне кажется, реально какая-то тема, которая либо решится, либо как бы, ну, все помрет там. Мы вот как отборщики, мы сталкиваемся даже с этой проблемой, потому что как бы... Как бы существует ситуация некоего там действия, да, такого, но не до как бы недопродюсированного, не дооформленного, до настоящего того, что как бы можно привести и показать на фестивале. То есть ты как бы понимаешь, что это вроде как бы есть, ну, это вот и... Ну, а билет ты не продашь на это уже, как бы ты можешь заявлять это в каком-нибудь там, вот, а вообще давайте придите, посмотрите за бесплатно. Но вот как раз-таки это та проблема, о которой Саша говорит, да, не до... Может, Катя Алексеенко? Да, давайте. Катя Алексеенко, пожалуйста, исполнительный директор центра Мирхольда, который в Москве берет на себя эту функцию показа. И даже мы, как компания, неоднократно с СИМом работаем и работали, и показывали, по-моему, три наших продукции, мы регулярно представляем в СИМе на партнерских условиях. Да, привет всем. Ты так громко сказал, что мы берем эту функцию. Я застеснялась. Ну, ничего, стесняйся. В том плане, что мы берем на себя функцию развития современного театра, и он немыслим, конечно, без современного танца. И мое личное мнение, я считаю, что современный театр, как он сейчас развивается, но я могу судить по Москве и московским компаниям, большой вклад туда внесли именно хореографы с теми знаниями, с пониманием, вообще, что такое театр. и язык именно театральный, он обогатился за счет современного танца. Ну, это такое мое личное мнение, и я как бы этого горжусь в какой-то степени. В СИМе мы делаем сейчас программу перформанс. Мы не стали разделять на танец или театр, называем это перформанс, где в течение года у нас в маленьком зале показываются какие-то очень экспериментальные работы. Я про себя их называю, радикальные. И в конце года, это уже второй год у нас, мы делаем фестиваль, который родился спонтанно. Это было предложение фестиваля Open Look. Я хочу напомнить, что есть этот фестиваль, который несет как функцию именно просмотра, как ты говоришь, средств российских компаний. В том числе они, конечно, там половина, наверное, программы это европейские. Да, платформа, да. И Вадим Каспаров в прошлом году обратился к нам, чтобы привезти часть в Москву. Это был такой толчок для того, чтобы продолжать в июле показывать работы. Ну, я повторюсь, что мы не делаем такого критерия танец или театр. И в этом году, например, мы показываем работу, будет премьерная работа вот Тани Гордеевой с драматургом, Екатерина Бондаренко, Тарас Бурнашев покажет. Это то, что из премьерных работ. Ольга Цветкова покажет свою дипломную работу. То есть она, можно сказать, танцевальная, да, но в том числе там есть работы, которые основаны на тексте, на документальном. Поэтому мы называем это перформанс именно по форме взаимодействия со зрителем, скажем так. Ну, у нас нет возможности, если говорить о ЦИМе, да, и когда мы говорим, что мы развиваем экспериментальный и современный театр, если говорим о танце, то, конечно, там моя боль, что у нас нет студий танцевальных. Там сто на сто, просторное помещение, где можно репетировать. И вообще мы страдаем именно процесс, где можно репетировать. То есть какие-то есть все-таки ограничения в ресурсе. Да, я извиняюсь, я совершенно запамятовал ситуацию Russian Luke в платформе. Там, по-моему, эксперты отбирают, да? Заявку присылаешь, и тебя эксперты отбирают. Да, и той же. Два года, по-моему, два года они уже это делают, это занимаются в Петербурге, да. Но, говоря про Москву, конечно, этого нет. Хотя опыт был уникальный, конечно, куда съезжались очень много программных директоров из Европы, и даже наша компания успела поездить даже по приглашениям того, что наши спектакли увидели на фестивале Цех. То есть, я не знаю, сколько в этом году в программе Russian Case спектаклей современного танца. Не могу назвать. Маша, подскажи, пожалуйста. Два, да? Два. Но, допустим, по опыту нашей компании, опять же, после Russian Case мы показывали первый там наш спектакль Мерли Флёр, мы тоже поездили, потому что программные директора увидели на Russian Case на «Золотой маске». И вот спектакль «За Маруси», которую через Russian Case четыре раза даже пригласили уже на отборщики именно с этой программы. Увидя здесь, в Москве, «Золотая маска» привозит программных директоров, и, собственно, они увидели наш спектакль «За Маруси» здесь, в этой программе. Так что это тоже очень важно, даже иногда попасть в Russian Case, нежели в номинацию. для нашего как бы с вами общего такого развития, скажем так. Потому что это все равно разные эксперты, разные отборы, и это очень важно. Я не знаю, правда, принцип, там, по-моему, из номинантов выбирается Russian Case или могут? Нет, нет. Вот, отлично даже. Даже есть вот такой тоже шанс как бы для российского комьюнити. господа, я очень как бы буду рад услышать какие-то ваши мнения хореографы, участники, зрители, Кати Ганюшиной. Я ей предоставлю слово, не слово. Нет. Room 4, эксперт, пожалуйста, современные танцы. Не работает микрофон. Оп! Работает, да? Ну, я на самом деле вот сижу, слушаю тебя. Во-первых, ты прекрасный модератор, очень веселый, задорный. Я сейчас просто приехала из Праги, с чешской танцевальной платформы, и там, кстати, на самом деле я действительно поддерживаю предыдущих спикеров. Проблем этого эксперимента нет. Мы презентовали 12 работ, сделанных за последний год только в Москве. Да, надо, наверное, сразу сказать для тех, с кем мы не знакомы, что все-таки мое поле это все-таки больше эксперимент, нежели современная хореография. То есть для меня современный танец это в первую очередь эксперимент. Но, тем не менее, я пытаюсь интересоваться всем более широким полем. И на самом деле тоже обсуждали и поездки. Там было международно-европейское сообщество продюсеров, программеров, директоров, хореографов и так далее. И тоже были обсуждения по поводу цеха и какого-то такого понижающейся тенденции поездок этих программеров на фестивале цех. но было, например, замечание, когда мы начали говорить и презентовать эти работы. Они были презентованы в виде видеороликов на экране телевизора. Они крутились. И был специальный сайт, где была информация про работы и про художников. И все немножко такими большими глазами на нас смотрели и говорили «О, правда, у вас есть такой танец? Типа, мы вот видели два года назад на AeroWaves, это была, по-моему, компания «Воздух» как раз, да? Типа, это же неоклассика. Ну, то есть, да, такое восприятие там и такое удивление по поводу того, что нет. Мне кажется, что в этом смысле тема, которая сегодня выдвинута, она, конечно, больше про то, что наш фестиваль «Большой золотая маска» действительно начал смотреть в сторону эту, да, и, наверное, именно поэтому такое большое количество номинантов. И, конечно же, мне кажется, что особенно вот в этом поле, про который говорю я, экспериментального танца, такая поддержка, когда тебя номинируют на такой большой фестиваль, это действительно очень значимая вещь. Ну, даже с точки зрения зарабатывания денег гораздо легче привлечь, продать билеты на номинанты золотой маски, неважно, что после этого человек выйдет и будет тебе задавать много вопросов, почему это называется танец, да, но, тем не менее, такая поддержка нужна и, как бы, класс, если идет движение в эту сторону, но вот надо понимать, да, что есть еще большое экспериментальное поле, и очень бы хотелось бы, чтобы эксперты золотой маски и туда ходили, и не знаю, что я готова приглашать лично всех экспертов, потому что, ну, не знаю, я знаю московское, по крайней мере, поле этих работ, но по поводу поддержки, мне кажется, вот у нас есть такая интересная ситуация, что у нас присутствуют разные, скажем так, игроки этого поля, и, мне кажется, вот, например, есть конкретный кейс, который, может быть, имело бы смысл разобрать, действительно, у нас есть программа СОТА, которую делает Дина Хусейн, которая, действительно, ну, мне кажется, очень важная для этого поля программа, и первая программа была профинансирована Институтом театра, она была задумана Институтом театра, тем более, да, а потом, как бы, она ушла, оторвалась, видимо, от Института театра и пошла в свободное плавание, вот, может быть, Антон, если ты мог бы проговорить, почему это случилось, потому что, мне кажется, это не как претензия, это, наоборот, про возможность, ну, как бы, понять, то есть, вроде бы, есть интерес к экспериментальному танцу, но, с другой стороны, вроде бы, как бы, продолжение поддержки программы, да, фестивалем Золотой маски не случилось, если я правильно понимаю ситуацию. Если ты мог бы прокомментировать. Почему СОТА оторвалась от Института театра? Вот вопрос. У Института театра нет задачи институциализировать какие-то процессы. Институт театра занимается постановкой проблемы, поэтому мы придумали лабораторию Хусейн как попытку исследовать форматы, в которых может существовать современная хореография и как она может решать проблемы, которые ей присущи. У нас сразу было узкое поле. Мы не ставили задачу развивать современную хореографию. У нас нет задач менеджерских, у нас задачи художественные, в первую очередь. Поэтому у СОТА была узкая тема взаимодействия хореографов, танцовщиков с другими профессионалами на сцене, со сценографами, с композиторами. И проблемы СОТА так и формулировались. Ребята именно этим и занимались. То, что это выросло в большой социальный проект, это социальный, в смысле социальный, для этого комьюнити, да. Это большая заслуга лично Хусейн, которая все-таки мамочка и там вообще суперпрекрасная девушка и брала на себя большую миссию за рамками вот этих наших художественных задач. Ну и в принципе, видимо запрос от комьюнити на это. То есть у комьюнити есть запрос на то, чтобы их организовали в какой-то постоянно действующий процесс. Продолжение истории обсуждалось. Возникли организационные проблемы, я вообще не буду скрывать, связанные в основном с взаимоотношением с гаражом, с которым мы не справились. У нас были сложности. В итоге Дина предпочла взаимодействовать с гаражом, перестав взаимодействовать с нами. Ее можно понять, у нее было там готовое пространство, все понятно. Но дальше и с гаражом, видимо, не сложилось. И в общем Сота пошла в свободное плавание, о чем я отчасти сожалею, с другой стороны думаю, что закономерно. Отчасти это в продолжение то, о чем только что говорили, что существует множество институций, которые затыкают современным танцем. Для гаража, конечно же, это была функция декорации их прекрасного пространства. Все понятно, они выполнили эту задачу, эти тела украсили это безумно их прекрасное здание, дальше нужды в них не было. Все понятно, это большая, дорогая, с деньгами институция. У них нет задачи развивать современную хореографию. Они решили какую-то свою проектную задачу и все, и с этим расстались. Точно так же, как делают это все другие площадки. Сота нужна. Я надеюсь, что она поставила какие-то вопросы, которые сейчас нужно решать. Она не решила их, она их только поставила. Институт театра готов этому содействовать, но у него задачи больше артистические. Спасибо. Спасибо. Катя, спасибо. Я тоже, кому передавать, я сейчас предоставлю еще слово, потому что на самом-то деле мы тоже за разный танец и тоже готовы его поддерживать. Я хочу Ирине Зайцевой дать слово французский институт в Москве. Ну, пожалуйста. Это просто важно, крайне важно, потому что весь современный танец поддерживается институциями зарубежными. И, допустим, наша компания состоялась в коллаборации и в поддержке во многом французского института, потому что режиссеры, композиторы, хореографы, которые приезжали к нам, мы, собственно, на деньги французского института. Вот как вы видите вообще ситуацию, который французский институт, который, правда, очень сильно повлиял на развитие современного танца в России. И вот что происходит сейчас в наших отношениях и насколько мы как бы вообще я бы сказал так Кате этот задам вопрос, но Ирина тоже, может быть, на него как бы по касательной ответить, насколько современный российский танец интересен вообще как бы за рубежом и насколько его можно продавать, есть ли вообще такая задача или у нас только ракета и новичок. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пришла действительно потому, что мне очень интересно многих из молодых названных сегодня Ренессансом, то есть произведших Ренессанс я уже знаю некоторое время, вот как Саша и Аня, например. Вот. И действительно мне интересно то, что происходит сейчас, потому что мы стараемся, конечно, вот сейчас по итогам прошлого года мы сделали такую книгу, это каталог выставки Владимира Луповского, разные поезда, потому что в прошлом году французскому культурному центру в Москве исполнилось быть 25 лет, но уже 5 лет как он является частью французского института в России, и для нас было очень важно, что, наверное, самым полноценным проектом за все годы, хотя мы поддерживали и многие проекты в области театра, современного искусства, музыки, ну, в общем, об этом можно долго говорить, но для нас самым полноценным проектом был современный танец, потому что действительно 25 лет назад Франция, и это была культурная политика во Франции такая, что она поддерживала приезды, и мы можем посмотреть даже по списку, когда в год приезжали, ну, тогда была, конечно, это был такой всплеск современного танца в Европе, во Франции в частности, когда в год приезжали в Россию по 3-4 компании такого уровня, как, в общем, сегодня, наверное, сложно найти в один год, вот, и, конечно, прежде всего это была вот, это был приезд сюда, это было знакомство, но каждый из хореографов проводил мастер-классы, и этому способствовал такой человек, как Николай Агрысков, и о котором мы хотели бы, наверное, все-таки это случится 20 апреля, в пятницу в 8 часов вечера у нас, мы хотели бы вот такое сделать, как уже по-русски говорят «томаш», то есть вечер, посвященный Коле, потому что, в общем, человек отдал свою жизнь тому, именно посвятил свою жизнь образованию в области современного танца, что сегодня является, конечно, до сих пор большой проблемой, поскольку, вот, кроме Тани Гордеевой, вы меня поправите, если я чего-то не знаю, но, во всяком случае, факультета в университете Екатеринбурга, в общем-то, образования, поддерживаемое государством, нет. Вот, поэтому, вот мы еще раз у себя повесим выставку Пскова, и вы посмотрите здесь фотографии те, и это, что произошло за эти 25 лет. И в прошлом году мы, как раз вы говорили о фестивалях, мы решили, что это правильно будет, и показали эту выставку на всех фестивалях, начиная с Казани, на фестивале целовидения, это совпало с ночью музеев, и тогда на выставке в Манеже, поскольку город сказал, что мы хотим посвятить, чтобы проект «Ночь в музее» была выставка, это, и где выступали дуэты из спектакля Томали Брена с Пантерой, поставишь, вот, может быть, вы видели, вот, я видела только видео, вот, где это был «Опенлук», на котором тоже была выставка, и когда был «Надж», естественно, тоже лаборатория Дины, понятные, это была «Самара», о которой сегодня пока еще не говорили, где бьется и борется фестиваль Владимира Суздалева, Валерия Суздалева, вот, это была «Кострома», конечно, с которой мы давно дружим и работаем вместе, с танцем, и это был Екатеринбург, тоже везде, в каждом фестивале была программа танца, то есть, и вот с Сашей мы договаривались, потому что приезжал такой Дени Плассар, и он проводил, кроме спектакля, мастер-классы, и сейчас, наверное, вот, во всяком случае, есть интерес такой, в том, чтобы продолжалась какая-то работа. вот после, я понимаю, что время, после вот этих, после вот этих, более чем 20 лет, прежде всего, как сказать, то, что мы называем продвижением французского танца в России, наверное, может быть, наступил какой-то момент, и, может быть, это осмысление, может быть, это к тому, потому что все равно современный танец — это выражение себя, прежде всего. И, конечно, артистам, художникам, танцовщикам хочется выразить себя, они ищут возможности для этого. Поэтому сейчас, после какого-то перерыва, скажем так, и, в общем-то, нам действительно непросто найти сегодня какую-то компанию французскую современного танца, которую бы мы привезли, ну, по разным причинам это не всегда происходит, но который бы вот сегодня сказал бы вот это новое слово. И я хочу сказать, что я очень рада, потому что, в общем, многие с кем, кто здесь присутствует, и, конечно же, Институт театра, с которым тоже мы делаем программы с Антоном, с Машей, и, конечно, в общем, естественно, Кострома и станция, и резиденции, которые мы делаем, наверное, сейчас, и вот говорили «Айсоти», мы с Диной поддержали тот проект, который в результате был в гараже, и хотя сейчас гараж говорит, что они заинтересованы в продолжении программы, но там все не так просто, поскольку, в общем, я так понимаю, что там решает все их основной куратор, как и куда им идти, и как развиваться, вот, но с Диной прекрасный проект, может быть, многие вот, наверное, видели, был в Манеже, и, то есть, это сейчас, и Франция, она работает на досвоении многих площадок музейных, как и многие европейские, конечно, компании, и так, это был проект Шармат, то есть, это был проект Музея Танца, это государственный хореографический центр Шарматца, и показ был в Манеже, уже не только в Манеже Кремлевс, но в Манеже, в Большом Манеже в Москве, и это, если кто не видел, это была потрясающе красивая история, была, потому что, во-первых, я, честно говоря, увидела впервые Манеж пустым и безумно красивым, вот, и в нем это был, то есть, музей, Танец и музей, об чем делал уже Манеж в своей образовательной программе, вот, целый цикл Танец и музей, сейчас мы с Диной говорим о том, потому что очень много продолжает французский институт в Париже, какие-то идеи придумывать, предлагать, и сейчас новый фокус танца в этом году, вот в июне, будет посвящен теме Танец и сады, парки, то есть, это вот, когда нет возможности показать, арендовать помещение, вот, теперь, да, ну, для нашей страны время, конечно, очень ограничен период, парков, период современного танца, но во всяком случае, мы, наверное, какой-то тоже вот с Диной будем придумать проект, поэтому, что касается, вот, как в качестве заключения того, что, наверное, конечно, сейчас больше, вот, наши проекты, они направлены на поддержание проектов в области образования, в области резиденции, в области, перехода, трансмиссии и того, и поэтому, если какие-то заранее мы будем сами вместе обсуждать идеи, то я думаю, что мы будем рады продолжать поддерживать. Еще я хочу сказать, что был все-таки последний год, когда в 10-м году был год Франции и России, и было много проектов в разных областях культуры, это был единственный год, когда государство, Министерство культуры поддержало современный танец. Это было Франс Данс. Да, Софья Пильбаум руководила этим годом, программой года, и тогда Лена Тупасева была куратором проекта, и тогда Франс Данс мы делали вместе с вами, со всеми в разных городах. Поэтому, к сожалению, пока больше нет, мы готовы думать о том, как мы можем вместе говорить с государством, с городом о том, чтобы проекты эти поддерживались. Конечно, по моему мнению, с государством следует говорить, нужно разговаривать, не бояться, не сторониться, не уходить в сторону, не быть маргинальными в этом плане, не сидеть в подполье, потому что я по-прежнему убежден, что во многом из-за того, что ошибка того, что мы думаем, что мы такие для избранных, и поэтому государство вроде нас не замечает. Отчасти это и от этого тоже. А вот насколько мы конкурентоспособны на Кате еще буквально несколько реплик. Ну, вот ты была, она показывала насколько фидбэк и вообще заинтересованность в российском современном танце в Европе, в нашем ренессансе. У меня ощущение, ну, опять же, да, я все время говорю. Вы что-то продали? Скажи, продали вы там что-то? Да, одна заявка поступила, по крайней мере. увидеть полную версию. Вот. Вот. Я, наверное, могу только на свое какое-то субъективное мнение и ощущение полагаться, потому что те вещи, которые я видела на платформе и та работа, которая победила, мы, кстати, ее видео будем показывать в ближайшие дни в Москве. Где? Рекламирую, рекламирую. Ну, мы сейчас разговариваем с Зилом и говорим про 1 мая, но мы пока не договорились. вот. Мне кажется, мое ощущение, что как исследователя танца по тематике, по языку, по, не знаю, каким-то решениям, это очень конкурентоспособные работы, но действительно, как тоже, опять же, про это говорилось, очень часто не хватает этому времени, места для того, чтобы это вышло действительно в какой-то там полноценный продакшн, который, ну, то есть, когда ты смотришь на работы, которые показываются на чешской, например, платформе, то понятно, что у них было достаточное количество резиденций, ну, как бы, у них было достаточное количество какого-то фидбэка и возможности где-то показать в разных местах, да, то есть работа, у нас же, например, если резиденция, то это всегда black box, и мы такие, как бы, слава богу, что есть black box, вот, а, например, работа, которая победила, она показывается в галерее, поэтому, ну, и понятно, что она вообще была бы совершенно другой, когда она показывается в black box, ну, и так далее, но, в принципе, абсолютно, то есть, те темы, которые следуются, да, но, это вот экспериментальный танец, а вот про более широкое поле современной хореографии, я не могу сказать, я, наверное, бы не пробовала даже за это говорить, вот. Спасибо. Давай. Антон? Включу свою критическую инстанцию. Антон Флёров. Я могу сказать, на самом деле, что с точки зрения продакшена, то, что выходит на публику, я вижу одну серьёзную проблему, связанную ли с создателями, либо с ожиданиями публики, в русском современном танце очень плохо восприняты разные традиции формального танца. Я понимаю, что очень сильное влияние оказал, оказал Пина Бауш, танцтеатр. Я совершенно ничего не понимаю, есть ли, знают ли Канингема какого-нибудь. И я понимаю, что эта традиция, она работает и она воспроизводится. С формальными поисками ужасно сложно. И поэтому, когда Катя говорит мне про эксперименты, просто я не знаю этого поля, я тебе верю, но мне просто интересно, что это за эксперименты. Действительно, какие вопросы они исследуют, в каких традициях оно существует, с какими образцами оно взаимодействует, перекликается или нет. И это, конечно, нужно поднимать на поверхность, потому что с точки зрения широкого поля я понимаю, что современный танец очень однообразный. Очень согласен. Но я как бы немного о Лаверде скажу Антону, потому что в этом плане, что мы как бы все равно история наша как бы она семимильными шагами шла. И то, что развивалось там в пробах, в каких-то формальной танец, в каких-то очень долгих, длительных вещах, в нашем ситуации, в нашем танце оно должно было пройти таким снежным комом. Где-то там оно могло отложиться у более настойчивых, там Аня Абалихина, допустим, она с провинциальными танцами делала достаточно очень-очень-очень работала над такой абстрактной вообще изумительной формой. Провинциальные танцы это прям дико круто танцует, то есть но вместе с тем это тоже зачастую связано с тем, что у нас мало времени прошло и это прям такой ком и где-то по остаточному принципу это все так прокатилось. Возможно, да, что нет того опыта, который был бы. Саша Андреяшкин, допустим, ну, нет, почему, я же должен говорить, я же ведущий тут. Саша Андреяшкин, кстати, тоже достаточно хотел сказать формальный, ну, то есть у него его танцы очень много тоже, как бы, его в таком вдок направлении он тоже достаточно формально подходит к танцу как-то к таковому и круто очень его исследует и нащупывает. То есть у нас это есть, но как бы понятно, что это вот просто осталось в интересах все-таки экспертополя такого. Мне кажется, еще то, о чем говорит Антон, это какая-то тоже наша заложническая позиция у драматического театра, потому что все равно у нас контекст драматического театра, ну, как бы, большой, и там есть и деньги и так далее, и вот эта нарративная традиция. Ну, да, да, да. И все, между прочим, это огромная проблема, сейчас про нее не говорим, про фестивали, которые проходят в Москве под эгидой фестиваль современной хореографии, по сути, в большей степени имеют отношение к неоклассике какой-то, чем к современному танцу как таковому. Ну, да, мне кажется, просто еще от того, что, допустим, все равно есть драматический театр, который дает, ну, вот эту крышку является, и если современный танец хочет хоть как-то существовать, он все равно сталкивается с вот этой интеграцией, и да, в драматическом театре пенобауши такая-то вершина и, может быть, предел пока с точки зрения современного танца, про который большинство людей знают, и мне кажется, это там кем-то осознанно, а кем-то неосознанно все равно, ну, как бы влияние скорее от этого, то есть, мне кажется, это не сколько отсутствие вот этих формальных знаний, сколько, как бы, желания, может быть, даже, ну, какое-то наивное попасть в это же поле, от этого возникают вот эти сюжетные танцы, которые как будто бы уже сложно там что-то еще увидеть, но они воспроизводятся во многом от того, что есть как будто бы традиция, что если ты хочешь иметь отношение к театру, а не просто типа сидеть в подвале, то ты вроде как должен вот надеть платье там и вот это все, типа яблоки кусать там. А у меня к ребятам вопрос, чтобы они не сидели в качестве декорации все-таки. А я придумал подводку к ним, так что... я тоже придумал. Дай-ка я сначала подведу. Поскольку вроде бы уже не эксперимент, а вроде бы уже какой-то истеблишмент, золотая маска, но одновременно молодые, вы видите какие-то возможности для независимой, самостоятельной художественной позиции без относительно драматического театра, традиции танцтеатра и поиска, какой-то формальный поиск? Ну давай. Ну, да, что такое формальный поиск? Сидеть в студии два года. Ну я лично, опять же, я сейчас не сильно нахожусь в ситуации современного танца в России, но то, что я вижу как бы оттуда, что происходит здесь, я считаю, что поиск языка вообще остановился. То есть я не вижу... Если вы называете что-то экспериментом, может быть, это в области физического театра, я не знаю, но именно лексики танцевальные сейчас практически я не вижу какой-то эволюции вообще в русском танце. и очень жаль для меня это. То есть я не вижу именно погружения в лексику, в формальный и абстрактный танец. И вот. Я скажу, что это очень дорого, Антон, это все очень дорого. Это иметь студию. Это очень актуально. Это очень дорого. Чтобы создать ту работу реально, о которой мы говорим, это там 3 месяца, 4 студии, понимаешь, 100 квадратных метров, о которых говорит Катя Алексеенко, в которой ты пришла, полежала, ушла. Сегодня не твой день, понимаешь. Завтра пришла, полежала, и что-то вдруг покатилось по полу, и тебе вдруг что-то пришло, и ты начала как бы, знаешь, новый язык, он просто так не приходит, знаешь, перед зеркалом. Это огромный, огромный, огромный труд, и труд, возможно, что ты просто приходишь в эту студию и сидишь месяц, смотришь на себя в зеркало и обнаруживаешь себя, а за эту студию ты должна платить деньги, у тебя, ты должна этот месяц на что-то жить, зарабатывать, кушать, кашу какую-то. Это очень дорого. Тот танец, о котором мы говорим, это очень дорогой танец, как любой вообще танец, вообще в принципе, если два человека танцуют. Поэтому проще пойти и сделать очередной танцтеатр, я не знаю, то, что привычно всем. Но для меня это очень обидно, то есть мне не хватает, даже если это не актуально, я считаю, что российский танец не прошел путь этого поиска, танцевальной лексики, потому что это были европейские формы, привнесенные и так далее, и так далее, потом что-то отчленилось, что-то авторское появилось. Но как бы нормального ресерча его нет сейчас. Не обижайся. Я не обижаюсь, но болит немножко, да, за это. Ребята. Ну я считаю, что каждый занимается тем, что он хочет исследовать, и тем, что ему интересно, лично ему, и современный танец это про личное, про личный интерес, и художник здесь главное. А у меня вопрос... Да не только современное, но все искусство про личное. Про это. Вам как ухо себя отрезало. Давайте смотреть, кому что интересно, и все. И вопрос у меня еще к вам, что наличие формального поиска и формального танца, значит, это какой-то высокий уровень для вас, или... ...который нет, и вам скучно без нее, или как? Ну да. Да? Нет, мне не скучно без нее. Конечно, это как любой срез, это как бриллиант, у которого 100-500 граней. Согласен с Антоном. Мировоззрение, кругозор. Да. Да, 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 абсолютно согласен с этим. Ну да, это мировоззрение, кругозор, и мы с этим знакомы, да, может быть, мы не погружаемся в это, мы погружаемся в какие-то другие вещи, которые для нас актуальны, и которые нас питают, действительно питают, для того, чтобы мы производили в любых условиях какие-то продукты и формировали свою мысль. И поэтому, мне кажется, просто... Да, я не скучаю. честно говоря, я не знаю даже, что сказать. Ну, не знаю, вот, просто опять же, по поводу там, где я живу, и, ну, не везде, может быть, готов зритель воспринимать, или, ну, какая-то связь со зрителем должна налаживаться, ну, не знаю. Ну, может быть, просто не готовы, вот, например, у нас что-то увидеть актуальное, да, которое вызовет много вопросов, и к тому, кто это делал, и к тебе самому, не знаю. Ну, сложно, вот, мне кажется, просто, может быть... можно я про... Можно я про... Давай, Нурбек. Посовещались и решили. Ну, вот, наверное, наш спектакль все-таки не относится к категории нас в театр. Вот, как раз, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, как раз по моему мнению, по моему ощущению, наш театр, не театр, спектакль, как раз был посвящен поиску языка, того самого, мне кажется, как раз это формальный поиск движения был, потому что вот алфавит каждой букве соответствует движение, около там, сорока буков, вот, как бы, мне кажется, вот это... или нет. Вот. Вот все, что я хотел сказать. Вот Саша микрофон. Он раз, работает. Можно еще раз вопрос про независимую нашу точку зрения, как с точки зрения современного танца, независимую от драматического, традиционного, я так понимаю, да? И отсутствия формального поиска. Вы думаете, что он отсутствует? можете формулировать за себя какое-то художественное, артистическое, поиск, независимо от заказа, площадок, так она так и есть. Все наши спектакли, они так и сделаны, начиная, начиная с... А, ну хотя вот здесь первый спектакль «Зона близости», он заказной, он дипломная работа, да. А потом, после этого, начиная с «Шоколада», в рамках, опять же, проекта обменного с европейскими хореографами, тоже ни для кого не сделан. И потом все, мы стараемся, именно в каждом отдельном спектакле, хотя бы за месяц, но погрузиться в поиск языка. Причем, для меня это был очень сложный внутренний процесс, когда я его понял, года два назад мне стало больно от того, что приходится даже то, что присвоено к себе, как язык какой-то, отрицать, как бы даже, ну, презирать в какой-то степени, для того, чтобы от этого оторваться и прийти к чему-то новому в другом спектакле. И так вот место сделано было, потом строится, и мы адаптировались, или искали общий язык с балеринами, и балерины первый раз за их 20-летний опыт импровизировали, как бы, и это был поиск, и, например, в Америке в рамках проекта, когда мы позволяли себе там два дня просто лежать и, ну, думать, и пробовать, и если вдруг это движение на что-то похоже, чем что я раньше сделал, или кто-то еще увидел, то нет, это плохое движение, и я устал от этого процесса. И для меня, почему я пошел работать, например, в камерный театр в этом сезоне, потому что для меня ориентация на зрителя стала новым процессом, потому что я 8 лет с Аней мы работали без ориентации на коммерцию, без ориентации на зрителя. Не обманывая, не обманывая себя. Первый спектакль, ты подходишь к зрителю вот так и как бы свеж палец в рот зрителю. Да, так я могу рассказать историю. Антон как раз говорит не про коммерцию, он говорит не про коммерцию, он говорит про риск, про риск, который как бы художественный риск, вот про то, что как бы Катя говорит про там этот танец экспериментальный, который он называется, это художники, которые берут на себя риск не быть услышанными, не быть в поле отстаивая свою артистическую позицию, не быть в поле как бы нужными, быть готовыми к тому, что сейчас все встанут и уйдут. Вот он про это говорит, он не про формальное, не про то, что как бы все про себя, конечно, делают. Все про себя. Так я как бы могу рассказать, в чем был процесс как эта сцена была придумана. Нет, 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 сейчас не, Сань, я могу сейчас показать. Тут не вопрос как бы отношения со зрителем просто, не про, не про... Нет, так я понимаю и про отношение к зрителю, что мы тоже придумывали вне отношения к зрителю, и эта сцена тоже разделась из импровизации. Костя, Костя, Костя. Да, во-первых, мне кажется, что разные работы есть. То есть, например, я сейчас, ну вот эта вот работа, которая на золотую маску там номинирована, ну, пес с ней как бы. Есть такой момент, там я делал определенные вещи, работал, то есть она про память, я работал с памятью, с телесной памятью, с звуковой памятью, которая вызывает во мне отголоски, ну, как бы телесности, движения. Я работал совершенно с композицией, я пытался работать, ну, как я мог, как я представляю это, тоже с памятью. Если я работаю в каком-то, вот я сейчас, ну, поставил небольшую работу в Перми на балетных артистов, я работаю совершенно другой, я с формой, с музыкой работаю, с совершенно другими вещами, и как бы, ну, везде поиск постоянно происходит. Это был первый вопрос о нашей, вот этой вот, нашей, на что вы, ну, как бы, живете. Грубо говоря, да. Да, ну, то есть, да. И то же самое, например, я сейчас приехал в Воронеж, поставил меня, ну, там, чуть ли не выгнали оттуда рецензиями, что вы поставили какой-то спектакль, потому что никто не понимает его, о чем он. То есть, когда я работаю на сцене с памятью о человеке, который только что был, но его сейчас нету, но с этим все работают, люди как бы не понимают, что это, что происходит. То есть, люди видят, что происходит какое-то движение в пространстве, которое они не понимают. Вот. И плюс мы еще, ну, там, это отдельный разговор, что мы это с Митей Курлянским делали этот спектакль, там еще и звук еще накладывается сверху, и для людей это было, ну, как они там писали, что они попали в ад просто, и они не понимают, что происходит. Ну, то есть, как бы, боязнь быть отвергнутым, но, в принципе, ну, а чего? Какая боязнь? В общем, Антон, все готовы. Я не готов. Я тебе могу это, честно сказать, признаться в этом. Ввиду многих обстоятельств, на которые еще полу-там, дискуссии на 10 часов. Вот я прям, ну, как бы, резюмирую ответ на твой вопрос, говорю, что вот я в лице там компании и даже выбора там какой-то даже резидентов на площадку или там формируя программу фестиваля, как бы не готов. Для меня, ну, мы говорили о том, чтобы, конечно, мы совершенно, как бы, не в тех условиях находимся, в которых хотелось бы быть. Вот. Я благодарю зрителей всех, артистов, хореографов, которые пришли сегодня к нам. Это, как бы, очень здорово, это очень круто, значит, интерес к этому есть. Спасибо институту театра «Золотой маске». Ребята, сегодня результаты мы все узнаем. Мы желаем, я вот лично вам желаю каждому по «Золотой маске». Помните про то, что главная победа и, ой, главное участие, главное участие, а не победа. Но, как говорит Маруся из спектакля, а маска-то, она и не золотая. Вот. Но в любом случае мы благодарны «Золотой маске», что она ведет эту миссию и круто, что работы представлены и интересы к экспериментальному танцу и я думаю, что он будет только как бы зарождаться и нестись вперед-вперед. Наш, мой призыв объединяться, не быть, не быть в стороне от тех, как бы, вопросов или от того, что у нас нет, но должно быть, мы должны об этом говорить, вести диалог как с государством, так с структурами такими большими, как «Золотая маска». Это очень круто, что сегодня возник этот вопрос. Вот. Ну и спасибо вам, зрителям, которые, собственно, отдают свои деньги, чтобы смотреть «Современный танец». Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»